Всем привет, с вами Тед. И совсем недавно закончился Home Story Cup, на котором Стас одержал сокрушительную победу над Сералом 3-0. Как это произошло, в чем секрет Стаса, почему Alex007 не обозревает Home Story Cup, а стримит вместо этого компанию, вы сможете узнать в этом выпуске. Поэтому заваривайте свой кофеек или чаек. С вами Тед, поехали. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, если хотите поддержать StarCraft 2. И не забудьте ставить лайк и комментарий. Как я уже говорил в прошлых роликах, очень долгое время, именно в 2020 году, все выглядело и казалось, как будто Протас не имеет вообще возможности выиграть Зерга. Если они хоть плюс-минус равного скилла. Но что произошло на Home Story Cup, и как Протас одержал на нем победу, причем в сухую, 3-0. В чем же секрет Стаса? Давайте вернемся немножко назад, на время Ием Катовицы, которая тоже достаточно недавно завершилась. Буквально за пару дней до Home Story Cup. На ней Рейнер одержал победу над Дестом и выиграл свой приз 65 тысяч долларов. Серал уже на этом турнире не смог одолеть Клема. Почему? Потому что Терены на самом деле сейчас одна из самых сильных рас, и у Теренов есть проблемы только против двух вещей. Первая вещь. Это такие ребята, как Рейнер, которые умеют играть очень много разных стилей Зазерга, и очень хорошо это делают. И вторая проблема Теренов, это Протосы, которые имеют в своем арсенале, как говорится, 100-500 стратегий, и не стесняются их использовать. То есть такие, как Партинг и Зест. Как видите, Партинг и Зест успешно одерживают победы над сильнейшими Теренами, но при этом они играют в такой стиль, который, если Протос побеждает, это выглядит как, ой, Протос Имбараса. Но если хоть какая-то ошибка произойдет у Протоса во время игры в эти стили, то это выглядит, как будто Партинг и Зест просто полные нубы. Как камень, ножницы, бумага. Именно по этой причине, к примеру, на этом же турнире Статс не смог обыграть Кьюра. То есть Статс это Протос, который играет в макро, играет на развитие, защитно. И это против Теренов очень слабый стиль Протоса на самом деле. Поэтому самая главная задача Статса была не попасться против Теренов. Это один из секретов. Посмотрите внимательно. Статс попадается против Соула, это европейский Терен. И Статс еле-еле его обыгрывает 3-2. До этого Статс в группе с Тереном выходит с первого места. И вы скажете, так вот же, ну, то есть Статс обыгрывает Теренов. Нет. Статс выигрывает с первого места, потому что он смог одержать победу над Протосом и над Зергом, соответственно. То есть он не встретился с Тереном. И в групповой стадии, посмотрите, в самой первой групповой стадии Статс, опять же, ни разу не встречается с Тереном, хотя он, конечно, я думаю, мог бы обыграть Келлажура. Но при этом проигрывает Зергу 0-2. Дон Крайгу, который не такой именитый, как Серал на данный момент, но тоже сильный Зерг. И почему Статс проигрывает Дон Крайгу 0-2 и выигрывает Серала 3-0? Мы это скоро узнаем. Как можно было обыграть Статса? И попробуем разобраться, в чем его секрет, почему Серал не смог его обыграть. Статс! Насколько я понимаю, играет несколько билдов, которые выходят из разновидности его открытия, где он открывается в 3 адепта, делает разведку, делает раннюю третью базу на 4-й минуте, и открывается он в Вайдрея, иногда еще делает Орак. Все просто и стандартно. И затем вот это одна из его разновидностей. То есть я точно знаю, что он Серала выиграл этой стратегии. Мы как раз поймем, почему он Серала выиграл, а эту игру проиграет. Он начинает с Вайдрея и потом идет в Харас с 4-х гейтов адептами. Такая вот интересная версия, параллельно с этим насыщая свою третью базу. И посмотрите, какая реакция у Дон Райгу. Дальше будем называть его Диаржи. Или просто Диаржи. Тоже нормально. На действия статса. Смотрите. Во-первых, он контролирует лингами, что делает статс. То есть он видит этот выход адептами. Он, так как он зерк, имеет видимость вокруг своих баз, он понимает, откуда к нему эти адепты придут, понимает, какая-то угроза. И держит, по-любому смотрит мои гайды. То есть он явно мой фанат, и он знает, что... Так, что там Тед говорил, как отбиваться от атак протца? По-моему, нужно просто строить королев, и мы, в принципе, от всего отобьемся. И как только к нам бежит протц, строим уже лингов и тараканов, фравагеров. Он это и делает, посмотрите. В чем суть? Протц плюс-минус вот к пятой минуте, к шестой почти, да, имеет возможность, из-за того, что у него дорогие юниты, и они занимают много сопла, и все такое, сделать вот 10 юнитов на стороне зерга. Зерг в этот же момент может делать 10 королев. И 10 королев законтрят любые 10 юнитов протца. Вот. То есть у Диаржи тут 6 королев получается. Еще, наверное, делаются запасные. Не, не делается. 6 королев. Они четко пришли, встретили адептов, убили одного, то есть адепты дальше ничего сделать не могут, пытаются разводить. Разводить сильно, опять же, не получится. Здесь у нас спайн-кроулер есть, здесь у нас уже строится армия, и армия у зерга заказывается, посмотрите, 17 секунд строится юнит, и за 17 секунд появляется там не пара собак, не две пары, а, ну вот, 9 пар собак. То есть 20 собачек появляется за 17 секунд. 17 секунд, чтобы вы понимали, это почти один кулдаун шейда. То есть если к вам дошли адепты, кинули вот эти шейды, и вы отогнали их в первый раз, то даже если вы забыли заказать до этого юнитов боевых, то у вас уже хватит боевых юнитов, чтобы от них отбиться, если вы хоть один раз от них, ну, их прогнали. то есть чтобы один раз их прогнать, достаточно королев. А дальше, как вы видите, все королевы, здесь линги, здесь тараканчики. Очень легко все это отбивается, никакого урона адепты не наносят, получается размен, ну, как бы, такой, в сторону зерга. Вот. И только после этого, когда стат как бы его напряг, Держи понимает, что у Тоса есть третья база, он даже не видел ее, но он, в принципе, понимает, что она есть, он понимает, во что примерно стат сыграет, и просто идет его давить. То есть он понимает, что все, как бы, у меня, в принципе, хватает. Только что Протас дал 10 своих юнитов, и у него теперь, скорее всего, ничего нету. Как бы, вот, смотрите, если Протас отдал 10 своих юнитов, у него получается на седьмой минуте 5 юнитов плюс 1, да? 6 юнитов на шестой минуте. То есть сколько минут, столько Протасов и юнитов примерно, если он уже отдался. Если не отдался, умножайте на 2. Вот и все. То есть у зерга уже 61 Army Supply, это значит, что у него где-то там под сотку юнитов примерно, 33 собаки, ну, не под сотку, много. Вот. И вот он давит, давит, давит. И посмотрите, он даже не пытается, то есть, взять и подумать, что, ну так, Протас, наверное, сильная раса сможет отбиться. Да? Наверное, не стоит мне ломиться на вторую базу. Здесь стенки, здесь батарейки, Протасы имба, да, там батарейки все вылечат. Может, мне лучше пойти третью, попробовать напрячь, потому что на ней, как бы, ничего нету сейчас защиты. Нет, Диаджи понимает, что у Протаса, ну, просто вот 10 юнитов, и все. Просто иди ломай, не хочу. Вот. То есть, нужно было отбиться один раз и пойти сломать. Он умеет ломать, он умеет использовать свои способности, у которых кулдаун 6 секунд, и каждые 6 секунд зерк запускает магию, которая наносит 60 урона по всему чему угодно, то есть, по строениям, не важно, да, то есть, шторм наносит в течение 3 секунд 60 урона, тоже там 70 или 80, по юнитам, именно боевым там, то есть, по рабочим, по юнитам, а эта штука еще и здание крушит. Вот. То есть, у него сейчас, в данный момент, 9 ралагеров, которые каждые 6 секунд наносят 60 умножить, ну, 540 урона. Вот. 540 урона, это получается, что за, условно говоря, мы нажали раз, 6 секунд прошло, нажали два, за 12 секунд мы уничтожаем кибернетку, гейт или что угодно. То есть, в этом суть, да, вот это жесткий прессинг, плюс еще королевы, которые лечат все это дело, напрягают, ну, жесткая такая атака, и получается, протас во время этой атаки не развивает экономику, ничего не делает, а сзади делаются дроны, да, то есть, сзади заказываются дрончики, немножко насыщается лучше экономика, то есть, такое давление идет, размен с протасом, по итогу протас отбился, и в чем прикол? Статус попадает после вот этой атаки в такой ситуации. Если он сейчас станет и начнет развивать свою экономику, вот именно, именно из-за вот этой вот атаки, я хочу, чтобы вы обратили внимание, если Статус возьмет и начнет развивать свою экономику резко, и станет, типа, под батарейками ничего не делать, выходить батонов, то есть, не важно, что бы он не начал делать, он будет позади. Почему? Потому что протас производства, как и у Террена, идет только со зданий, то есть, ему надо много зданий, ему надо много экономики, и чтобы третью базу накачать, ему надо, условно говоря, например, с трех Нексусов по три пробки заказывая, 16 пробок, то есть, ему надо там минуты полторы, например. В то время как Зерг, даже если он не строил рабочих, а он чуть-чуть подстраивал все это время, ему надо ровно 12 секунд, чтобы накачать всю экономику. Ровно 12 секунд. То есть, Статус за 12 секунд успеет дойти из этой точки вот до этой точки. Вот ровно за это расстояние у Зерга будет максимальная экономика. Вот за это расстояние, пока Статус до сюда дойдет, она уже себя окупит. И когда Статус начнет нападать, уже будет лимит, чтобы его задефить. Именно так работает как бы Старкрафт, и Статус понимает, что он сейчас на таймере, ему надо идти атаковать. Ему надо идти атаковать, он берет, делает призму, ну, идет атаковать. Атака красивая, крутая, то есть, можно посмотреть сейчас вот на Х1, достаточно классный бой. То есть, Статус подходит, понимает, что в него летит как бы способности, которые не требуют маны, и ваншотят центрей, сзади забегают линги, естественно, протца-армия двигаться не может. И Статус сейчас будет действовать великолепно просто призмой, спасая каждого иммортала, то есть, из-под байлов, выводить, вот так вот подводить, аккуратно избегая атак с пор кроулера, делая довар, потратив ресурсы, блинкая сталкерами, кидая филды, то есть, фокус фаер четкий, сталкеры по аверсиру, имморталы по тараканам, сталкеры там по квинам, короче, все, 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 прям очень красиво, отходим, подходим, зерк набегает, то есть, начинается жонглирование призмой, начинается атака сталкерами, начинается очень строгий микроконтроль, к сожалению, когда у тебя 5 юнитов против 40, ну, не получается помикрить, и Статус приходится написать GG, как бы он круто не микрил. Вот так вот можно победить Статуса весьма простыми решениями, которые я вот как раз объясняю себе в обучалках, на стримах постоянно, то есть, какие решения нужно принимать, просто чтобы побеждать очень легко. И, ну что, Серал их разве не знает? Должен знать, мы посмотрим, как так получилось, что Статус его выиграл 3-0. То есть, вы видите, Протса выиграть очень легко. Вторая игра против DRG, Статус делает абсолютно зеркальную стратегию, то есть, все то же самое, у него заготовлен билд, только в этот раз он начал делать дальше грелок, причем с двух старгейтов. То есть, у Статуса постоянно вариации какие-то с ранним третьим Nexus, но с различными вариациями, каких дальше технологий он будет делать. И вот это один из классных вариантов, то есть, есть такой европейский, который уже устарел, когда делается три старгейта и очень много грелок, он контрится передропом Queen. То есть, у меня есть гайд, наверное, у всех есть гайд на этот передроп, а вот эта версия крутая. То есть, мы делаем вайдрей, мы идем напрягать и параллельно с этим мы делаем робо и уже переходим в следующую технологию. Вот прилетают, смотрите, четыре вайдрея на базу абсолютно незащищенную и какая ситуация получается интересная. Пять минут сорок секунд крип распространен уже на третью базу процесса. Понимаете? Шестая минута игры, Протс видит вот свои три Нексуса, Зерк видит всю карту в принципе до третьего Нексуса Протса. Весьма неплохо, прикольно. И вот эта интересная ситуация, в чем она интересная? В том, что грелки занимают очень много лимита, они очень дорогие и сколько юнитов у Протса, если убрать грелок? Посмотрите, у него два адепта. Все, это все, что может построить Протс дома. Есть ли возможность у Протса отбиться? Нет, абсолютно. Есть ли возможность отбиться у Зерка? Сейчас мы это увидим. То есть, идет нападение, забегают линги и квены просто идут домой, шесть квин берут, разворачиваются, они понимают, что окей, беда. Четыре грелки начинают убивать, получается, газ, убивают спорку, появляется еще одна квена, то есть, еще одна квена, еще одна квена, ну, то есть, видно, опять же, держи, смотрят мои гайды, и приходят королевы, то есть, королевы, это что? Это вот юниты, которые вот приходят и грелки уходят. Тоже это я часто говорю, что именно так это работает. Вот. И пока мы смотрели на грелок, смотрите, да, то есть, вот на устрашающие четыре грелки, которые вводят в страх любого обитателя ладера, потому что обычно на ладере у ребят, ну, три королевы, да, у тех ребят, которые смотрят меня, у них обычно девять королев. Вот держи, меня смотрит, то есть, он мой фанат, и он постоянно делает девять королев, и вот его грелки не устрашают. В то время как у стаца возникли какие-то проблемы, да, то есть, королевы отбиваются от грелок без проблем, окей, да, а что здесь произошло? То есть, что здесь произошло? Посмотрите. А здесь просто банально. Зерк нападает на протиса, и у протиса дома один вайдрей, там и три адепта, и, естественно, он сделать ничего не может. Два вайдрея. А, как бы все, Нексуса нету. Вот вам ранний Нексус, вот вам ранний Нексус, вот вам атака. То есть, протис должен выбирать между атакой и защитой всегда. И если протис идет хоть в какой-то харасс, он просто подвергает себя жесткому, так сказать, прессингу, потому что у него дома никогда ничего нету, чтобы защищаться нормально. Вот. И в этом фишка. Посмотрите, суть страт ДРЖ. Он делает массу королев, которые отбиваются от всего, и он понимает, что, а почему бы мне их не делать, да, почему бы мне не делать юнитов, которые могут отбиться от всего. И параллельно с этим он просто выходит в тайминг атаку на шестой минуте. Если страт будет халявить и сидеть дома ничего не делать, он может не выходить в эту тайминг атаку на шестой минуте, потому что ему, в принципе, все равно. С другой стороны, ему, опять же, все равно, он может на нее выходить всегда, Потому что к шестой минуте зерк впереди, перед процессом. То есть зерк его обгоняет. Вот. И посмотрите, что дальше. То есть тут грелки будут использовать вот это мёртвое пространство, напрягать, надоедать. Это всё прикольно, это весело. В конце концов, когда-нибудь на восьмой минуте достроится, получается, третий Nexus. И Стас делает дезаптеры. Очень хороший инструмент, потому что единственное, что может перевернуть игру, это хороший дезаптер-шот, конечно же. Вот. И здесь, посмотрите, вот, ровагеры, линги бегают по карте. То есть они смотрят, что происходит. Просто так бегают там, где-то отдаются. Вот. Ну что произойдет? Кажется, что процесс вроде бы стабилизировался, да? То есть есть фотонки, есть батарейки, есть дезаптеры, есть грелки. Ну, есть фениксы даже против муты, посмотрите. То есть Стас видел муту? Смотрите. Стас не видел, что это будет мута. Я понимаю, или видел? Нет, не видел. То есть Стас заранее уже прогадал, как бы, историю, что, скорее всего, сейчас будет мута. И мута могла напрячь Стаса. Но Стас это законтрил. И вроде бы процесс делает все идеально. В чем может быть проблема? Проблема, как всегда, заключается только в одном. Что когда процесс делает все идеально, его в 9.30, ну, на 10-й минуте, даже с учетом того, что размены небольшие были, но были, то есть небольшие размены, его 130 лимита. Понимаете? Его просто физически, вот его, вот столько пространства на карте он может занимать. Зерк занимает на карте, вот, смотрите, вот раз, вот два, то есть уже вот столько. Там 3, 4, там мута где-то. Понимаете? Зерк занимает на карте намного больше пространства. И 130 лимита просто физически не могут разорваться на то, чтобы отбить 200. То есть вот мута выванивает фениксов. Пока мута выманила фениксов, здесь набегает линги на дезрапторов. Дезрапторы кидают в гидру, и шоты будут жесткие. Посмотрите, пам-пам-пам. И вроде бы все хорошо, но есть же королевы, есть гидра. И вот, как бы все, 200 лимита приходит, уничтожает процесс. То есть очень простой геймплан, демонстрирует Диаржи. То есть строй королев, отбейся на пятой минуте, приди на шестой немножко напряги, чтобы не происходило, и все. То есть отбейся, приди напряги, добей через пару минут. Все. Три пункта в его плане. Прикольно, что, в принципе, каждый мог реально посмотреть вот эти игры. К примеру, тот же Серл. Как, например, Диаржи обыгрывает Статца. И вот Рейнер против Статца. Статца все делает, как всегда. Облочит пробкой натурал. Делает плюс-минус тот же билд. И Рейнер не смог его обыграть, но при этом сражался. Он проиграл ему 3-2. При этом против Рейнера Статца поменял свой стиль и уже не пресит грелками. То есть он сделал домашнюю работу над ошибками. И понял, что раз я играю за прот, самая задача сидеть дома и ничего не делать. Скрестить пальцы, надеяться, что противник накосячит. Надеяться, что противник испугается, что я буду что-то делать. Перестроит оборону. То есть, ну, просто надеяться на что-то. И тогда выиграть. И вот Статца это делает против Рейнера. Посмотрите, шестая минута игры. Размены. Ноль. Абсолютный. То есть просто-напросто Статца не делает ничего. Он просто вот летает уроком по карте просто так, чтобы было чем заняться. Ну, то, что ему скучно ничего совсем не делать. И сидит дома. При этом он мог бы вылететь на седьмой минуте, проатаковать. Но нет, он вылетает, занимает новую базу. То есть, он понимает, что нет смысла никакого пытаться что-то делать. Выходить на карту. И делает сразу же штормы. И посмотрите. То есть, он выходит просто в технологии. В этом фишка протоса. Протосу нужно просто банально наделать технологии. Сидеть дома, ничего не делать. И надеяться, что в момент атаки получится отбиться. Вот. К сожалению, смотрите, в момент атаки пришел вот такой. Любое отбитие протоса это камень, ножницы, бумага. По факту мы реально нормально разведать. Если противник постарается, вот, например, сделает вот здесь вот шпиль. Мы не сможем. Потому что куда бы иллюзия не залетала, везде много королев, много спорок, всего остального. И очень большой шанс того, что просто иллюзия никогда не найдет, что может произойти. И вот здесь, если бы камень, ножницы сыграли, например, если бы Рейнер шел в Аллын там с гидрой, который приходит где-то на 8.20. Статс бы допустил, получается, шторм. И у него бы 8.20 были штормовики, имморталы. И он бы, в принципе, отбился от гидры и смог бы легко выиграть эту игру. Но здесь он не угадал. И мутеолиски выиграли. То есть вот и все. Понимаете, в чем суть? Процессу просто нечем отбиваться. То есть Процесс это камень, ножницы, бумага. И вы всегда играете в камень, ножницы, бумага, ну, с Процессом, если он совсем ничего не делает. То есть вам нужно просто придумать какую-то атаку, от которой, возможно, он не отобьется. Как отбить вот этих фениксов? У меня ребята иногда спрашивают просто Процесса типа вот мутолисков. Как отбить вот этих мутолисков? Все очень просто. Вы садитесь и вслепую на шестой минуте начинаете делать фениксов. Если это мутолиски, вы отобьетесь и сможете дальше играть. Если это алын с гидрой, то вы проиграете. Ну и проиграли, да? То есть то же самое здесь. Как бы если это алын с гидрой, Стас бы выиграл. Если Харас с мутолисками, Стас проиграл. Все. Камень, ножницы, бумага. Тем не менее, в макроиграх он Рейнара доборол. И переходим сразу к гранд-финалу. Стас против Серла. Первая игра. Стас делает все по своей стандартной схеме. И стандартно Стас идет нападать вот этими своими адептами. Что делает в этот момент Серл? Посмотрите. Он идет уничтожать ему третью базу. Кто смотрел внимательно, в чем ошибка Серла? Пишите сейчас в комментарии, как Серл ошибся. А я отвечу вам буквально через пару секунд. Итак, ошибка Серла в том, что он забыл главный пункт. Как я говорил, три пункта у зерга. Первый пункт. Отбейся. Контратакуй. Добей. Серл убрал первый пункт. Он не отбился. То есть он забыл, что нужно еще отбиться. Он пошел в атаку. В итоге, в этой атаке, смотрите, что получается. Крип он не дотянул, потому что карта большая. Либо потому, что он плохо тянул. Я не знаю. У него здесь два крипа. Посмотрите. То есть вот этот крип пошел налево. То есть DRG, когда он вот так вот атаковал, у него крип вот здесь был на шестой минуте уже. И он в обратную сторону успел королевами сбежать. То есть здесь, получается, королевы сбежать не могут. Смотрите, приходится уводить дронов. Получается, добычи никакой. В итоге здесь приходят королевы ревагеры подпушить. Но в целом адепты с entry wide ray сейчас, наверное, смогут отбиться, как я понимаю. И в итоге крипа нету, все королевы в атаке, инъекций нету, продакшна нету, получается. И вот здесь вот статс жестко напряг серола. Сейчас все будет зависеть только от того, наверное, что будет дальше происходить. Смотрите, статс отдает третью базу, перехватывает дотекание лингов, и он не дает здесь, получается, к винам вообще никакого подкрепления. И при этом из-за того, что крип плохо распространен, посмотрите, седьмая минута, три раза крип кинут. То есть раз, два, три, все. Очень плохой крип у серола в этой игре. В итоге статс просто-напросто его вот этими адептами здесь и напрягает. Красивейший просто мув. Получается вообще шикарный мув. Посмотрите, вот просто, я говорю, только на удаче. Шикарный мув. Серол блочит себе сам рампу. Блочит рампу очень надолго. И по итогу адепты успевают под всей этой ерундой убить лейер. И вот это жестко. То есть, да, все, без лейера как бы зерк сейчас не имеет там выхода в новые технологии, не имеет аверсиров, там ничего не имеет. Статс немножко выживает, и посмотрим, как он пойдет добивать. Наверное, сталкеры с блинком, имморталы, и пойдет добитие. Причем выходит в три роба статс потом. И в дизофт, наверное, планирует он играть. Но серол идет в дотекание, в атаку добивающую. И вот добивающая атака 150 лимита из-за того, что произошла неудача и была полностью парализована экономика в течение четырех минут. То есть четыре минуты у серола там не работала экономика на полную, потому что адепты летали у него четыре минуты по базам. Вот. А если бы экономика работала, если бы он сначала отбился, потом бы атаковал, то на десятой минуте его было бы 200 лимита. Этот базамец уже выглядел намного жестче. Здесь, конечно же, статс блестящими филдами отбивается и побеждает серола. Все потом уже сценарио. Статс блочит хату, серол играет стандартненько. И статс играет в быструю четвертую, достаточно сейфово. Опять же, ничего не делая, стоит, защищается только. Серол, причем, в этой игре с ним абсолютно солидарен. И он начал делать алын с гидрой, но он не пошел пушить, потому что он понял, что он нарвался на штормов. И не сработает, не сработает пуш, потому что, ну, штормовики, к сожалению, разнесут вот этот алын. То есть здесь, если бы он выбрал как раз-таки муту, как и рейнер, он бы смог в этой игре выиграть. Потому что статс опять вслепую играет в штормовиков. И серол накопил ресурсов и делает вот такие вот разменчики. То есть он идет и отдает просто армию, потому что он хочет ее заменить на что-то другое. Вот. И посмотрите. Серол играет против пассивного Тоса, который сидит дома, обмазавшись фотонками, штормами, да. И я думаю, каждый игрок от бронзовой лиги понимает, что у Протса вот здесь вот делается. Да, то есть все знают вот этого юнита. Все понимают, что если Протс сидит, ничего не делает, вообще, что он будет делать? Да, то есть это вообще ни сюрприз, ни капельки. Тут нету вариантов даже. То есть если Протс сидит до 10 минут и ничего не делает, есть только один вариант, что сейчас может вылететь с его главной базы. Все понимают, что это батоны. Как Сирол будет контрить батоны? Как вы думаете? У нас есть несколько вариантов. Гидролиск. Квина. Вайпер. Или караптор. Сейчас опять же можно ответить в комментарии. Мне интересно, кто из вас догадается. Но я вас всех расстрою. Здесь нету правильного ответа. Он будет контрить их ультралисками. Ультралисками. Сирол явно переиграл в Кооп, где ультралиски могут прыгать и давить кэрреров. Здесь они так делать не могут. И я думаю, вполне понятно, игра закончится как бы по какому сценарию. По весьма простому сценарию. Вместо того, чтобы сделать армию, которая способна на Крепе сражаться против батонов и штормов, Сирол всю свою армию Гидры и ультралисков отправляет уничтожать пятую базу статца. Параллельно с этим отдаваясь всей своей статической обороной из 20 спорок всеми своими королевами просто на фулл армии протаса. То есть отличное решение со стороны чемпиона мира. И оно завершается, конечно же, поражением и победой статца. Вот такие вот истории. Последняя игра примерно по похожему сценарию шла. И, ребята, мне кажется, у Сирола есть еще один секрет. Точнее, у статца. Почему вот статц выиграл Сирола? Почему в Home Story Cup обозревали все, кому не лень, кроме Алекса, самого лучшего комментатора? Ведь здесь были великолепные матчи, такие как статц против Сирола в финале как минимум. Ребята, все очень просто. Здесь призовой фонд этого турнира, общий призовой фонд, 5000 долларов. И вот она одна из причин, понимаете? Сирол достаточно недавно, пару дней назад, играл на ЕМ Катовице. На ЕМ Катовице он проиграл в одном из первых раундов. И даже заняв с 9 по 12 место, Сирол имеет приз 6400. То есть он выиграл пару дней назад больше, чем весь призовой фонд Home Story Cup. И давайте посмотрим на историю игр. Статц действительно демонстрирует классную историю. Он побеждает практически каждого зерга, но при этом он проигрывает терринам, которые плюс-минус его скилла. Но совсем недавно Сирол со Статцем тоже встречались в финале, где Сирол его обыграл, опять же, практически в ноль. И как он это делал? Финал Дримхака. И он почти в каждой игре использовал стратегию 12-й пул. И в этом вся фишка. 12-й пул заставляет Тоса играть по правилам зерга. Но из-за того, насколько сейчас Легаси вызывает быстрый и насколько легко профессиональным игрокам подобрать ключи к различным стратегиям, потому что из-за скорости игры получается, что меньше времени нужно тратить на то, чтобы понять, как контрить ту или иную стратегию. Я думаю, секрет Статца раскрыт абсолютно и полностью. Первый секрет Статца это то, что ему просто банально повезло не попадаться против очень мощных Теренов. И благодаря этому и своему мощному ПВП он смог пробиться через ряды протусов и зергов и дойти до финала до Сирола. А дальше Сирол просто подумал, что он не хочет открывать свои секретные стратегии с 12-м пулом на турнире, на котором он заработает за первое место 1200. Сирол просто поиграл в макро, проиграл, заработал на 500 баксов меньше и не грустит. И я думаю, что вы просто увидите на следующем крупном турнире, как Сирол 12-м пулом будет обыгрывать всех протусов под ноль. Ну, с вами был Тед. Надеюсь, всем понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok